Пока стрелок спокойно бьёт по мишеням, в зале стоит напряжённая тишина. Зрители и участники этого нелёгкого испытания не только одна команда, но и коллеги. Все вместе они работают на общественном телевидении «Приморья». На этой площадке проходят соревнования по стрельбе в рамках зимних игр «Бизнес Спартакеады». Правила игры достаточно простые. Для победы нужно набрать больше очков, чем у других компаний. Чё больше и больше команд примыкает. У нас сегодня идёт второй день соревнований по практической стрельбе. Но я хочу сказать, что у нас сегодня с самого утра до самого вечера люди стреляют. Это очень хороший результат на самом деле для практической стрельбы. То есть это вид не новый, но мы постоянно что-то новое внедряем и внедряем. Пистолеты в этой практической стрельбе имитируют работу настоящего огнестрельного оружия. Их заряжают специальным газом, а стреляют они 6-мм пульками. Всего в одном магазине их 30. Нанести смертельные травмы пневматическим пистолетом достаточно сложно. Однако правила обращения с ним такие же, как и с огнестрельным. Не нужно только надевать наушники. Мы очень часто слышим от людей, а оно не заряжено оружие. И направляется в любую сторону. У нас за это заряжено, а не заряжено оружие. Есть кодекс стрелка, который жестоко карает, я не побоюсь этого слова, стрелков во время упражнения. За малейшее нарушение техники безопасности стрелка. Практическую стрельбу называют гольфом для настоящих мужчин. Порядок подсчета очков и прохождение упражнений в этих видах спорта очень похожи. Тем не менее, на втором упражнении женская команда показала результаты лучше. Чтобы поразить мишени на 24 выстрела, нашим мужчинам не хватило одного магазина. А женщинам наоборот. И одного оказалось много. Я пришла сюда получить удовольствие. Я его получила. Я не всегда попадала туда, куда надо было попасть. Но в общем и целом, мне кажется, я хороший стрелок. Кайф, драйв, командный дух. Мы все делали слаженно. Старались быть лучшими. Я надеюсь, мы и в командном зачете показали отличный результат. Всего бизнес в Артекиадо представляет 15 видов спорта. Этот проект не только развивает интерес к занятиям физической культурой, но и выполняет одну из главных задач для трудовых коллективов. Тимбилдинг. Наградят победителей и подведут итоги соревнований 23 марта.